то же пути сказка и так друзья давай сюда за мной сказка да давай зави завина андрюха здесь андрюха здесь андрюх ты уже разделся лег андрюх укрывайся одеялком андрюх сейчас будет сказка закрываем глазки друзья сейчас будет сказка на ночь ждем все ждут здесь пока нету это андрей андрей английская да уже давно уже давно ну что начали давай друзья александр сергеевич пушкин очень это русские народные сказки они даже не русские народные сказки александр сергеевич пушкин наш русский поэт очень сложен сам по себе как поэт поэтому мы решили с люкой не читать сегодня сказку три сестрицы под окном пряли поздно вечерком по одной простой причине что это очень сложная сказка мы прочтем ее попозже когда мы просто очень сильно боимся особенно я боюсь что аманда у нас филиппин и ее воображение просто не сможет понять одну фразу которая есть в этой сказке не только эту фразу родила царица в ночь нету сына нету дочь вот на этом и заканчиваем аманда ты соответственно не понимаешь что происходит нету дочь нету дочь нету сын отодвинем чуть похоже мы да мы подготовим тебя морально как раз к русскому народному творчеству к нашим сейчас будем знакомиться с русскими народными сказками а пушкин ну туда дальше к новому году пушкин к новому году давай все поэтапно начнем с первого класса да потом мы дойдем на самом деле еще дойдем и до войны и мир это у нас толстой лев николаевич там прямо всю войну и мир будем читать потом это будет потом ребят уже не может короче сказка сегодня на ночь репка репка нет андрей нету здесь андрей не здесь потерялся андрюха ты где андрюха мы без тебя начать не можем ты здесь все андрюха тут тут слава в те господи андрюха тут все все не волнуйся андрюха тут сказка мандочка называется репка знаешь что такое репка репка нет ну редька знаешь что такое репа не репа в смысле от слова репа не репа нет а репка репка это есть плод такой корни плод корни плоды картошка 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 антошка антошка пойдем копать картошка тут тоже антошка антошка пойдем домой да кому-то в репу ну короче репа есть сложный русский язык очень сложно короче редиска знаешь красная такая редиска есть редис кушать да только это большой редис очень большой такой редис называется репа репка раньше на руси когда картохи не было когда еще петр первый в голландию не это самое не как короче когда еще да нет короче когда петр первый поехал в голландию с пацанами там они сели когда корабли собирали вот это танцы версии у них там короче строили они строгали значит и после этого дела когда его там научили значит жрать захотелось понимаю что есть ему захотелось прям жрать что делать ему принесли картоху это голландцы принесли ему картошку а да я как бы рассказываю историю а до этого на руси картохи не было жрали репу ели репу репа рубили репу варили и ели вместе как вместо картошки а потом уже петр первый там 500 лет 300 лет назад привез эту картошку типа цветы посадили потом значит это и начали есть не суть значит берет дед семя ну не свое семя берет значит семена да уже надо короче аманда посадил дед репу в хорошем смысле этого слова не за решетку а просто в землю взял разрыл и посадил землю знаешь такая у него там это сапа как она тяпка называется выкопал ямку небольшую ямку да и значит посадил туда аманда репку аманда сейчас внимание выросла репка аманда большая при большая очень большая выросла репка сколько метр восемьдесят короче метр восемьдесят выросла репка представляешь вот ты там 8 сантиметров умножаем еще на 2 и получаем метр восемьдесят вот такая репка выросла представляешь какая репка что делать ну во первых дед охерел от того что где он взял такие семена видать еще ну привезли ему тоже видать откуда-то там непонятно что там бабка там мутила с этими семенами как они там скрещивали только голландцы сами знают потому что они там мутят с этими семенами вечно у них там что-то получается хорошо неважно посадил значит одеты выросла репка большая не знаю что там было у деда за земля кстати кто министр сельского хозяйства обратите пожалуйста внимание министр сельского хозяйства как раньше сажали репку вот если бы батька в этом сам белоруссии знал как надо правильно сажать репку представляете какой бы урожай картохи был посадил батька картоху выросла картоха ох он бы радовался одна картоха репку в общем выросла репка большая прибалки большая чё дело с ней что делать что делать вот что делать аманда прежде чем ее кушать аманда надо и его вытащить земли она же к земле растет а корень между прочим уassium не мать квата корневая система а стержневая знаешь в чем разница мочковатой корневой системы и стержневой не знаешь не знаешь значит в отвиты мочковатая корневая система Она, значит, распускает такие щупальцы. Ну, очень много мелких-мелких корней таких. Мелких корней. Это называется мочковатая корневая система. А стержневая система, корневая, она как раз-таки корень один. Вот как Андрей, держи, бодрей. Вот один, вот такой вот. Да. Только вниз. У Андрюхи вверх, а там стержень вниз. Вот так, да. Вот правильно, молодец. Молодец, знают наши русские сказки. Еще та филиппинка. В общем, блин, а кто-нибудь, блин, а я забыл запись экрана сделать. Сейчас подожди. Так. А тут нету. Ребят, сделайте кто-нибудь запись экрана, и потом, пожалуйста, мне перешлете в этом. Значит, мочковатая корневая система, я тебе рассказал. Это, значит, вот такие вот мелкие-мелкие корешки. Они, как правило, находятся сверху. И если вдруг какой-нибудь ветер, то репку может опрокинуть. А поскольку у репки стержневая корневая система глубокая, она может уйти на 3, на 4-5 метров, короче, вниз. Тут, значит, репка держится крепко. Поняла, да? Надо осень. Крепко. Крепко. Ну, и тут крепко, в принципе, и здесь крепко. Тоже крепко. А тут еще крепче. Да. Это, Андрей, это крепко? Это крепко, да. Друзья, сейчас, секунду, я дорасскажу. Там соседи уже сверху стучат. Видать, у них тоже там стержень встал. На туалет надо идти. Ну, короче, дальше, слушай. И, значит, осень. Осень. Надо же репку вытаскивать. Вытащить надо репку. И, это, значит, дед пришел, тянет, Аманда потянет, а вытащить репку не может. Такая большая репка, представляешь? А метр восемьдесят репка. Ну, где-то метр восемьдесят три, наверное, даже еще. Да, метр восемьдесят. Тянет, потянет, Аманда, а вытащить репку не может. И тут, блин, он понимает, если он сейчас репку не вытащит, все, жопа. Все, зима пропала, что есть будет? Нечего есть. Сейчас пойдет снег. Соответственно, все там, снегом замело. Все, репа пропала. Как ты думаешь, Аманда, что делает дед? Кушает. Нет, он не может ее кушать. Она в земле, метр восемьдесят, как бы, он и лопатой не может. Ты бы что сделала? Вот ты... Возьми трактор и положил, наверное, назад, на персик, на трактор и обязательно вот так. Да, но у деда трактор нету. Это, блин, тысячу лет назад. Какой трактор? Понимаешь? Ты сама возьми там. А? Ты сама иди, возьму там, который большая. Ладно, слушай сюда, подсказку тебе даю. У деда кто есть? Бабка. 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 Дед, значит, зовет бабку. Бабка, ком, сюды. Надо, значит, помочь мне репку вытащить. Дед хватается за репку. Бабка, значит, хватается, Аманда, за дедку. Не за стержень, просто за дедку хватается. И, значит, они тянут. Тянут Аманда, они, значит, вдвоем тянут, потянут. Вытянуть Аманда не могут. Не могут они вытянуть эту репку. Не могут. Жалко так. Жалко? Так а ты что, ну, конечно. И бабка стоит, и дед стоят, думаешь, что делать? Что делать? Не могут. Надо, нужно, помогай Андрею, держи бодрее. Не было тогда Андрея, держи бодрее. Если бы у нас был такой Андрей, держи бодрей, тогда всему нашему бусельскому хозяйству, понимаешь, Петру Первому не надо было бы за картошкой ехать. Они бы сами сюда привезли. Такой стержень, как у Андрюхи, там только увидели бы, знаешь, министр сельского хозяйства, если бы увидел стержень Андрюхи, стержневой. Я говорю, все, ты что, Андрюха, сразу там. Везде надо звать Андрея. Везде надо звать Андрея. В общем, не было у нас тогда Андрея. Не было. Слава Богу, что у нас сейчас Андрюха есть с тобой. Короче, у бабки с дедом есть внучка. Внучка. Короче, внучка, это вот у твоей мамы есть племянники. У тебя же племянники. Они для твоей мамы внуки. Ну, короче, ладно. Погнали дальше. Значит, что получается? Зовут внучку. Внучка, подь сюды. Что надо? Значит, хватайся давай за бабку. Дед хватается, Аманда, за репку. Бабка, значит, хватается за дедку. Внучка хватается за бабку. Тянут, потянут. Не могут. Вытянуть не могут, Аманда. Не могут вытянуть репку. Представляешь? Жалко, жалко. Так и я о том же. Я когда эту сказку читал, плакал. Я прям видел уже все. Снег, вот он, тучи, тучи. Понимаешь? Мороз уже практически на улице. А репка в земле. И замерзнет. А когда репа мерзнет, жопа, вода начинает течь, гнить начинает. Потом уже бесполезно ее там даже куда-то в это, в сарай складывать. Ну все, хана. Она потекла и все. И просто там потом в сарай заходишь, когда репа гниет, вонища стоит. Как будто кто-то напердел там. Ну не важно, короче. Слушай дальше. Ну не надо, поса стоит там. Нельзя. Сказка так не заканчивается. Тысячу лет сказка. А зимой ничего будет. Картохи нет. Петр Первый еще не приехал в Желандии, знаете ли. Картошку еще не привез. Репу жрать надо. Жалко. Жалко. Конечно жалко, Аманда. Жалко. Ну и короче. Вот нам нужно вот так маленько. Нет. Нет. Мы русские люди не такие. Нам вот это, понимаешь, половинить вот это нет. У нас либо О, либо О. Либо, ты знаешь, у нас половины нет. Нам пилить там кромцать нет. Мы все. Ну и короче, дальше слушай. Фу. Значит, не могут вытащить. Троем не могут вытащить. Что делать? Кто там жучка? Ух ты сильная. Короче, есть собака в доме. Зовут ее Жучка. Жучка. Я, да. Жучка. 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 Значит, внучка зовет жучку. Нифига себе, Рив. А кто написал, кстати, вот это все? Это русское. Русское. Это люди написали. Я не знаю. Затем не написали это? Почему собака положила там? Вот я, понимаешь, и я. Почему собака, каким образом. Ты еще не подожди. Она не просто прибежала посидеть. Нет, Аманда, нет. Это не так делается. Я тоже думал. Сейчас прибежит собака, начнет лаять, гонять вокруг реп. Ногами там это, подсцикать ее там. Нет. Нет. Слушай дальше. Значит, Жучка зовет, внучка зовет Жучку. Прибегает, значит, Жучка. Спрашивает, что случилось? Собака спрашивает, между прочим. Петр Первый еще не привез еще картошку сюда. В общем, пока все это. В общем, дед хватает репку. Бабка за дедку. Значит, внучка за бабку. И тут внимание, Аманда. А Жучка, Жучка за внучку. За внучку. За внучку. Лапами приставит. И вот они четвером, четвером, четвером одну репку пытаются Аманда вытащить. Могут? Нет. Жалко, жалко. Пусть не надо, могут. Пусть вот так сели год. Нет, не могут. Дед уже не знает, что делать. Думает, сажать вообще на следующий год эту репку. Не сажать. Опять вырастет метр восемьдесят. Что с ней делать? Андрюхи нету. Нету Андрюхи. Понимаешь? Жалко, почему Андрей не родил это время? Вот. Андрюхе надо задать вопрос. Что он в это время не родился тогда? Ну, в общем, ладно. Поехали дальше. Значит, что там дальше было? Кошка. Куда ешь дальше дальше? Господи, там еще и кошка. Короче. Да, там еще и собака. Дальше. Короче, собака. Последнее звено у нас собака. Жучка. Жучка зовет знаешь кого? Кошку. Вечная борьба между котами и собаками. Но делать нечего. Спасать урожай нас. Может быть тоже есть там курица? Нет. Курицу оставляем. Курочку-рябу. Это не, не. Курочка-ряба здесь ни при чем. Она со своим золотым яйцом все сидит там. Короче, слушай. Жучка зовет кошку. Как кошку звали? Мурка. Мурку. Короче, жучка зовет Мурку. Мурка говорит, давай оставим все наши с тобой предрассудки. Что я там, ты там бегаешь. Я там, ты от меня бегаешь. Все. Надо, короче, семье помогать. Иначе, если дед репку не вытащит, мы с тобой, короче, будем всю зиму без еды останемся. Поэтому надо выручать деда. Дед хватается за репку. Бабка Аманда за дедку. Внучка за бабку. Жучка за внучку. А Мурка за жучку. Понимаешь? Как могла собака и кошка там? Они супермен, можете? Ну, супермен. Есть. Есть, конечно. Супермен. Жучка и Мурка. Двоем. Понимаешь? Тянут. Супермен. Это. Леди кошка. Или как ее там. Это. Короче. Тянут, потянут. Вытащить Аманда не могут. Очень трудно так. Очень трудно. Ты представляешь? Люди. Вот как жили раньше люди Аманда. Как трудно было добыть еду Аманда. Это мы сейчас в магазин пришли. Репы накидали. Вот это его там по два сантиметра в пакет. Все. Пришли домой. Нарезали. Налили. Там сальца подрезали. Розик, спасибо большое. Все. А раньше развил, закопал, выросла. Хер знает откуда. Что там выросла. Не знаю. Что там за земля раньше была. Я говорю. Если бы министр сельского хозяйства прочитал бы его. Они же не читают. Они же не знают. Не понимают, что происходит. Историю. Сказки надо читать. Вот это репки были. Метр восемьдесят репка. Ты представляешь? Короче, дальше. Тянут, потянут. Вытащить не могут. Аманда. Я плакал, читал эту сказку. Плакал. Представляешь, что происходит? Дед. Бабка, внучка, жучка, мурка. Не могут вытащить. Я уже сам хочу помочь. Думаю, господи, где это? Я хочу сам помочь. Я тебе говорю. Да, я тебя прекрасно понимаю. Я уже сам хочу помочь. Что там было дальше? Мышку. Ну, да, я знаю. Мышку наружку. Аманда. Мышку, да? Мышка. Ты представляешь? Медведа. Нет. Мышка. Это маленькая мышка. С вот таким вот хвостом. Помнишь, вчера тоже хвост был вот такой? Ага. Да. Вот мышка наружка. Это же мышка пришла. Это же мышка, которая хвостиком вчера махнула. Яйца смела. Вот это золотое яйцо разбилось. Она пришла на помощь. С вот этим вот хвостом. Я не знаю, что там за хвост, что там за мыши раньше. А почему он там на другой, а почему он там на другой сказке? А он из сказки в сказку, короче, это мышь, прикинь. Сначала она, значит, и курочка ряба, а потом ей захотелось она раз и в эту репку вот туда. Детку с колобком ее что-то не было. Что-то она промахнулась. Не успела, видать. Она петляла между как раз этими сказками. Она сначала яйцо херанахнула, а потом прибежала репку помогать. Короче, слушай, значит, кошка, которая ловит мышей, между прочим, кошка, собака гоняет за кошкой, а кот, ты понимаешь, вот умысел и замысел русского народа. Вот, Аманда, здесь очень глубокий замысел. Объединяйте. Пришла беда. А сегодня еще такой праздник. День единения всех. И вот именно в этот праздник я рассказываю эту сказку, когда объединились все. Например, дед, если бухает, его гоняет бабка, как всегда, понимаешь? Бабка с внучкой, у них тоже не лады, потому что внучка подросла, и она, ах ты стерва, ах ты куря. И у них вот это вот, не это. А тут как бы, значит, внучка приходит поздно вечером, и собака начинает лаять. И везде у всех недопонимание, понимаешь? Как бы жучка сдает внучку, что она как бы рано либо поздно пришла. И бабка начинает, значит, внучку жучить. Соответственно, жучка начинает гоняться за кошкой, кошка начинает за мышкой, но как только приходит беда, да? Вот русское единение народа, русские. Как только приходит беда и вырастает вот такая нахер репа, и с ней надо что-то делать, либо вот такая вот репа у кого-то вырастает, и он там, значит, пытается что-то сделать, все объединяются, Аманда. Вот это русский дух называется. Русский дух. Объединяются и коты, и собаки, и мыши. Все объединяются и начинают, значит, тащить репу. Либо втащить репу, либо вытащить репу. Как правило, это бывает сначала репу вытащили, а потом ей втащили. Ну и, короче, позвали мышь с хвостом вот этим вот. Значит, пришла мышь, детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, мурка за жучку, мышка за мурку. Тянут-потянут, Аманда. Могут? Могут, господи, слава тебе, господи, могут, Аманда. Могут, вытащили репку. Вытащили репку. Объединились. Объединившись, Аманда, объединившись. Все вместе. Несмотря на то, что в семье есть бытовуха. Понимаешь? Ну, бывает, и сковородкой помоешь, и что бы ни было. Но вытащили репку, потому что почему? Потому что объединились. В этот праздник единения. Не важно, бурятки, молдаванин, русский. Кто бы ты ни был, объединитесь. И дайте по репе уже кому-нибудь. Вытащили. Фу, господи, я же сам вспотел. Как будто я с дедом эту репу тащил. Фу. С глубоким смыслом. Очень глубокий смысл. Русский народ заложил. Это русская народная сказка. Это придумал весь русский народ. Только объединившись мы... Только объединившись мы сила. И мы можем победить. Понимаешь, Аманда? Потому что мышка сильная может быть. Потому что... Потому что... Даже маленькая мышка. Маленькое звено. Понимаешь? Вот чего-то не хватало. Вот чуть-чуть не хватало. Дернуть эту стержневую корневую систему. Просто маленькая мышка. Поэтому даже каждый маленький... Каждый человек играет огромную роль. Большую роль. Каждое живое существо на планете так или иначе играет очень большую роль. Вот смотри, Аманда. У меня рука. Да? Если взять меня вот так вот за этот палец и вот так вот дернуть, он сломается. Да. И вот этот палец сломается. И этот палец. По одному их можно сломать. Аманда, но если это кулак... Видишь? Его нельзя сломать. Потому что они вместе. Вот так они отдельно. А вот так они вместе. А если еще и... Вот так... То это вообще... Андрей Денисович! Да, Андрей Денисович! А потом? Ну, а что потом? А потом знаешь, что они сделали? Они ее вытащить вытащили. А не пушную? Нет, они ее вот так вот вытащили, положили и порубили. Абва, это самое главное. И в погреб ее затащили. И всю зиму. И всю зиму ехать. И всю зиму пировали. И дед самогон с нее варил. Понимаешь? Баба парила репу. Внучка брала с собой на свидание репу. Полные карманы репу запихивала, чтобы кормить там. Сушила, да. На чипсы резала так мелко. И чипсики готовила. Там посыпала чем-то. И, значит, на... Семечек не было. Они репку сухую ели. Ну, собака тоже пареной репой объелась уже, что зубы там повыпадали. Ну, в общем, и котам доставалось, и мышам доставалось. В общем, у всех все было хорошо. Все были сыты и здоровы. А если бы не вытащили репу, если бы не собрались воедино, репу бы не вытащили, все, чесали бы всю зиму репу. Да. Обалдеть. Да, Аманда. Самое главное, что они могут объединиться. Потому что они помогают друг другу. Да. А вот молодец, Аманда. Они просто помогают друг другу. Когда помогают друг другу, это большая силная. Да. Молодец. Ну что, ребятушки. Изгнила бы реп. Ну что, ребят, у нас осталось 30 секунд. Аманда, тебе понравилась сказка? Угу. Отличная сказка, да? Да. Ты сначала не могла понять, а потом как поняла. Я поняла. Обалдеть вообще сказка. Давайте завтра про красную шапочку. Угу. Да? Давайте завтра красная шапочка. Все, договорились. Аманда, спасибо большое. Приятных тебе снов. Якоб. Якоб, спасибо большое, Якоб. Мы сейчас идем к Раме. Напишите, пожалуйста, Раме. Я сейчас перезайду. Спасибо большое за корону. Я сейчас перезайду. И мы идем, ребята, к Раме. Поздороваемся с Рамой. Напишите, пожалуйста. Аманда. Спокойной ночи, Аманда. Спокойной ночи. Я сейчас даже представляю, как у тебя сейчас внутри будет там процессор работать и собираться пазлы, как это все происходило. Не забудь, пожалуйста, есть мочковатая корневая система, а есть стержневая корневая система. Да. Да. Не забудь. Не забудь. Все, пока. Андрей, держи бодрее. Андрей, держи корневую... Держи стержневую корневую систему бодрей. Да. Андрей, держи... Репка. Андрюха, держи репку. Метр восемьдесят. пожалуйста ребят кто записал скрин пришлите мне пожалуйста этой сказки кстати аманда я могу если что эту сказку с тобой выставить на youtube канале можно да да спасибо вам все идем храме давай спокойной ночи давай